Пятый класс пожароопасности. Это серьезный повод повременить растительному хозяину с разведением костров даже на территории собственного участка, не говоря уже о выжигании сухой растительности на полях и в лесу. Об этом не раз напоминали жителям Брестской области участники рейдовых групп. Информирование населения о сложившейся обстановке, а также о мерах безопасности, хорошее подспорье спасателям и сотрудникам природоохраны в борьбе за сохранение лесов, населенных пунктов и жизней людей. Сегодня мы фиксируем в течение суток до пяти фактов загораний травы и торфяных полей. Это при том, что по всем потенциально опасным местам ведется соответствующий мониторинг и ведется наблюдение. И главная задача это бесспорно очень оперативно обнаружить возникший пожар и направить необходимое количество сил и средств для его оперативной ликвидации. За два дня на территории Брестской области зарегистрировано пять пожаров. Огнем уничтожено одно и повреждено четыре жилых строения. Причины такой стремительно растущей печальной статистики пока выясняются. Вполне вероятно, что пресловутый человеческий фактор сыграл здесь не последнюю роль. Он же спровоцировал пожар в Березовском районе. В частности, 5 августа был такой негативный факт на территории Березовского района, деревни Пески, где 43-летний хозяин стал выжигать стерню после убранного урожая. И в ходе тушения сам получил серьезные ожоги и чуть ли не подверг опасности близлежащие строения. Казалось бы, такая масштабная информационная атака, которую проводят участники рейдовых групп, должна заставить задуматься население не нарушать правила пожарной безопасности. Но, видимо, только административное наказание способно поумерить пыл любителей разведения костров. Ответственность предусмотрена статьей 1557 КОАП, это выжигание сухой растительности, которая на сегодняшний день грозит от 20 до 40 базовых величин. И 1558, значит, статья тоже КОАП, которая за разжигание костров не установлена в необорудованном месте, предусматривает ответственность до 20 базовых величин. Поэтому, чтобы не получить солидный штраф и не стать жертвой огня, жителям стоит повременить с пикниками на природе и походной романтикой с кострами и песнями под гитару. В период аномально жаркой погоды фраза «шутки с огнем плохи» становится как никогда актуальной.